Сколько не приготовь этой закуски, всегда мало. Если вам надоели простые помидоры и хочется чего-то интересного и пикантного, то смело готовьте эту закуску. Помидоры по-корейски точно станут вашими любимчиками. У вас все будут просить рецепт. Готовится очень просто и быстро, так что начинаем. Точные пропорции я оставлю в описании, а здесь расскажу сам принцип готовки. Чеснок мелко рубим, можно пропустить через чеснокодавилку. Затем петрушку нарезаем для того, чтобы она дала больше аромата. Вообще по рецепту можно взять любую зелень, кроме зеленого лука, но я пробовала только с петрушкой, и этот вариант меня полностью устраивает. Значит, зелень измельчаем и отправляем в миску к чесноку. Теперь нам понадобится соль, сахар, уксус и растительное масло. Все ингредиенты добавляем в миску, хорошо перемешиваем и даем постоять, пока будем резать помидоры, для того, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались и соединились. Еще понадобится стеклянная банка, где будут мариноваться помидоры. У меня нету, я беру простой контейнер. Переходим к помидорам. Большие помидоры разрезаем на несколько частей. Если маленькие, то достаточно просто пополам. Здесь лучше не мельчить, потому что вкусно именно вот эта вот сама мякоть маринованная. А если взять маленькие помидоры, то получится одна шкурка. Нарезанные помидоры складываем в банку и чередуем с зеленью. Слой помидор, слой зелени. Вот такая красота получается. Закрываем крышкой и несколько раз аккуратно переворачиваем. Оставляем мариноваться на 5 часов. За это время необходимо несколько раз переворачивать в банку с помидорами, для того, чтобы все хорошо перемешалось и промариновалось. Можно даже на какое-то время оставить банку вверх ногами, для того, чтобы верхние помидоры тоже хорошо промариновались. Через 5 часов потрясающие помидоры готовы. Это так вкусно, что можно проглотить язык. Хранить такую закуску нужно в холодильнике, если вдруг она у вас не разлетелась в первый же день. Всем приятного аппетита! И если вы готовили это блюдо, поделитесь, как оно вам.